Всем привет, меня зовут Мелисса. Все мы с вами сидим в ТикТоке, а в нём есть огромное количество музыки, трендов и идей, поэтому этим нельзя не воспользоваться. И сегодня я буду пытаться повторить различные спортивные челленджи из ТикТока. Именно супер популярных, спортивных каких-то вещей там не так уж и много, но всё равно я думаю, что будет очень интересно, поэтому оставайтесь со мной, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну а мы начинаем, поехали! Попробуем повторить вот такое видео. Там всё в принципе не так сложно, вначале большинство стоит на руках, там ноги на две, потом всё действие происходит в планке, то есть руку к противоположному плечу, вот так, потом ноги, и ноги к себе, в сторону, к себе в сторону, и внизу ходишь. В принципе, должно быть нормально, я думаю, у меня получится. Сейчас без съёмки в ТикТок, просто попробую, ещё без музыки, без ничего. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, сейчас мы будем стараться с вами повторить вот такой вот тренд. Я придумал Даню Милохин, в общем, у меня к нему особое отношение, не к Милохину, а вообще к этому тренду, потому что все его делают, на мой взгляд, неправильно, то есть, ладно, ещё Милохин, он прыгает вот так, вот с такой группировкой, ну чё-то типа вот так в руки, а остальные вообще вот как-то вот так. Я не понимаю, это же неудобно. Ну, то есть, я смотрю на это всё как фигурист, потому что фигурное катание с помощью туров учится прыгать прыжки, но фигурное катание группировка вот такая. То есть, вот так идёшь на тур, но никак не так, и не вот так. Я буду с вами прыгать, это как профессиональный фигурист, чтобы всё вообще было идеально, и так лучше прыгается, намного удобней, лучше закручиваешься. Даня прыгает полтора оборота, я тоже постараюсь прыгнуть полтора. Я два что ли прыгнула? Подожди. Полтора. Итак, сегодня я буду перепрыгивать этот тренд, потому что вчера я была в очень неудобной обуви на большой подошве, и я также сегодня оставлю распрыженные волосы, чтобы для видео это смотрелось ещё красивее. Вот так вот выглядит следующий наш тренд. На взгляд он вообще самый простой, но я как-то раз пробовала его делать, и, ну, он такой средний, он не сильно сложный и не прям супер простой. Ну давайте не будем тянуть, пробуем. Сначала опять же, без музыки, просто. В принципе, как я и говорила, не супер-супер сложно, что вот прям вообще невозможно. Ну так, из-за того, что положение в планке именно в сиркале вот так, сложно так стоять, правда, но в принципе нормально. Для видео там для 15 секунд один раз можно сделать спокойно. Теперь я попробую встать боком, чтобы в кадре это выглядело лучше, потому что так нам не видно практически ничего. У меня получилось всё повторить. Тур, походу, оказался самым сложным, потому что там нужна хоть какая-то техника, а в остальных это просто, в принципе, силовые упражнения. Честно, я думала, что первым трендом будет самый сложный, потому что там больше всего упражнений, но оказалось, что для меня он был самым лёгким. И тур, наверное, тоже был, но для меня очень лёгким, потому что я умею их прыгать, а вот это вот в планке вот так вот наклоняться, реально было немного сложновато. Не могу не воспользоваться случаем и не сказать про мой тикток. Он у меня, конечно же, есть, ссылочка на него будет в описании. Обязательно переходите, подписывайтесь и смотрите все вот эти вот видео. Итак, на этом всё. Я очень надеюсь, что вам понравилось это видео. Вы обязательно поставили лайк, подписались на мой канал, тоже пошли повторять эти тренды. С вами была я, Мелисса, и всем пока-пока!